Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важные, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции Репортер 73 итоги подведу я, Вера Мещерякова. Здравствуйте. Рабочая неделя снова была короткой. В честь единого дня голосования по всей стране 1 июля объявлен выходной. Однако у членов избирательной комиссии этот день был насыщенным. С самого утра и до закрытия участков кипела работа по сбору, а затем по счету голосов. Итак, большинство голосов отдано за поправки в главный документ страны. Приоритет этой позиции обнаружился практически в каждом населенном пункте. В нашем регионе не стал исключением и традиционно протестный Димитровград. В городе атомщиков галочку в графе поддержки поставили 65,5% проголосовавших. Оппозиция свое мнение сформулировать четко не просто не смогла, но и не попыталась. Призывы голосовать против дополнялись воззваниями не голосовать вообще. В итоге, так и не придя к единому мнению, противники изменений оказались в меньшинстве. Измененная конституция вступит в силу уже в начале грядущей недели, заявил член Совета Федерации Андрей Клишес. В понедельник российский парламент приступит к разработке законов по реализации поправок. Вместе со страной голосовали ульяновцы. На участках, на свежем воздухе, заблаговременно и по любому месту нахождения. Начало отчета истории нового законодательного базиса положено. Лицевую сторону вниз опускаем, до летения. Удаленно, дома, на работе, на свежем воздухе или традиционно на участке. Семь дней длилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. 988 участков работали в Ульяновской области строго по расписанию с 8.00 и до 20.00. За законностью и частотой голосования наблюдали 4,5 тысячи независимых экспертов, сотрудники полиции и МЧС. Легитимность полная, потому что все бюллетени, вот в этом смысле, все хорошо, все отлично. Все бюллетени проставлены с двумя подписями с печатями, то есть здесь все ящики опечатаны. Набор участника голосования 2020. Персональная ручка, маска и перчатки. Члены избирательной комиссии экипированы не хуже санитарного врача. Безопасность сегодня ключевое слово. Это приоритет. Другой приоритет. Сам смысл поправок голосует осознанно, с аргументами и уверенностью, что их голос услышит. Он важен при выборе судьбы всей страны. Вносимые поправки в Конституцию гарантируют каждому жителю Российской Федерации оказание качественной и доступной медицинской помощи вне зависимости от региона проживания. А также увеличивает ответственность органов местного самоуправления за оказание медицинской помощи. Плюс ежегодная индексация пенсии, семейной ценности, социальной гарантии. Блок этих поправок самый популярный и доступный. Громкие слова о родине и патриотизме обличены в законные статьи и незыблемые понятия. Хочу, чтобы культура, в которой мы работаем, она была защищена. Чтобы границы были наши незыблемы. Чтобы старость была тоже защищена. И дети знали, что за их спиной стоит государство. Время 20.00. Участок закрывается. Ответственный момент подсчет голосов. Начинается он после сверки документов и гашения неиспользованных бюллетеней. За строгим следованием регламента наблюдают общественники, партийцы и активисты. Перекордом режима обработки бюллетеней из переносных ящиков для голосования осталось 25 секунд. Более 4 тысяч общественных наблюдателей с 25 июня следили за проведением голосования. Круглосуточно работал ситуационный центр. На телефон горячей линии поступило 215 звонков. И все уточняющие нарушений не обнаружено. На страже и цифровые технологии на 36 участках камеры видеонаблюдения фиксировали все происходящее. Легитимность, прозрачность и чистота. Ульяновцы проголосовали таким образом. За позицию «да» высказались 379 тысяч 56 избирателей. 379 тысяч 56 избирателей. Это составило 71,16 от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании по поправкам Конституции. Страна демонстрирует положительное голосование, повторим, при явном наличии протестного. Пусть небольшого и нечетко оформленного, с каждой цифрой придется работать детально. Удивил привычно протестный Димитровград. За проголосовало 65% жителей атомной столицы. Россия 21 века выбрала свою новую Конституцию. Ее поддержали почти 78% россиян, против чуть больше 21%. Порог пройден. Пусть в этот раз Ульяновской не в числе рекордсменов. Республики Чечня, Тува, Дагестан, Башкирия и Кемеровская область показали в среднем 90% явку. Мы и не в Риергарде. 54% – достаточная цифра, чтобы говорить об активности населения. Самый низкий итог явки в Иркутской, Томской и Мурманской областях, а также в Камчатском и Хабаровском крае – в районе 42%. Тем не менее, прогнозы Кремля сошлись с результатом, а общий итог голосования превзошел ожидания администрации президента. Передают информагентство со ссылкой на собственные источники. Сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация не помешали россиянам выразить свое отношение к предложенным поправкам. В регионе обошлось без инцидентов и откровенно политических провокаций. Представители разных политических партий и движений признали – легитимность процесса голосования и процедуры подсчета голосов не вызывает сомнений. Наши спикеры сходились в одном – основной закон государства должен отвечать общественно-политической обстановке и отражать реалии дня сегодняшнего. Выбор в пользу новой редакции Конституции сделан, несмотря на разноголосицу мнений и сомнений оппозиционных секторов в легитимности процесса. Сбор голосов прошел в соответствии с преамбулой действующего закона. На том, что решающее слово за народом страны, акцент делал и президент еще на старте подготовки к общероссийскому голосованию. В Ульяновском регионе активность была поддержана разъяснительной работой и организацией самого процесса. Я лично выезжал на участки города Ульяновска во все районы и на участки для голосования в Ульяновском обществе в Бароше. Каких-либо нарушений санитарно-эпидемиологических норм или вопросов процедуры голосования я не обнаружил. Новшества, которые были, это электронное голосование, это Нижегородская область и Москва. Если есть возможность предоставить населению проголосовать и выразить свое отношение к тому или иному вопросу, это надо использовать. Это продвижение вперед. Я считаю, что самым главным показателем политической активности наших граждан является вот такая высокая, я считаю, для нашей области это очень высокая посещаемость этих поправок. Ульяновский регион на фоне соседей в ПФО и в сравнении с российскими субъектами продемонстрировал хорошие цифры лояльности. Нижегородская область 79% за, 20% против. Татарстан почти 83% за, против 16,5%. Ульяновская область 71% за, 28% против. Ивановская область 76% за, против 23%, Кубань 89% за и против 10,5%. Ожидания на протест, если у кого и были, не оправдались. Негативные настроения не возобладали. Даже в покрасневшем недавно в городе атомщиков процент проголосовавших за высок. Единороссы считают это своей идеологической победой. Есть мнение партии по некоторым поправкам. И это мнение, оно сформулировано председателем партии. Я, как член партии, это мнение, естественно, разделяю. Но, с своей стороны, как глава города, обязана обеспечить избирательный процесс, чтобы у людей была возможность выразить свою гражданскую позицию. 1 июля, вне всяких сомнений, войдет в историю как начало нового периода российского законодательства и новой эры развития государства. Я, как отец, как руководитель педагогического вуза, особо могу отметить ряд поправок, которые связаны с семьей, с образованием, с воспитанием, которые связаны с определенным отдельным статусом молодежной политики, которые связаны с особым и важным закреплением за правительством Российской Федерации научно-технологическим развитием России, за сохранением ее научного потенциала. Прошедшие одобрения гражданским обществом поправки в дальнейшем лягут в основу новых законов в каждой сфере. Предстоит большая работа, впереди новые избирательные циклы и кампании. Выводы, несомненно, сделают все. Запомним этот исторический момент. Параллельно с голосованием по поправкам в главном законе государства, 25 июня стартовало еще одно. Ульяновцам предложили высказаться, достойна ли областная столица звания «Город трудовой доблести». Напомню, в конце февраля с инициативой выступил президент. На получение этого статуса может претендовать город, жители которого внесли весомый вклад в приближение Великой Победы. Земляки проявили активность, шуткали. Объединение горожания запустило розыгрыш цифровой техники и семи автомобилей. Но все же хочется верить, что согласиться с принятием нового звания подстегнуло не погоня за выигрышем, а глубокое погружение в вопрос и искреннее желание поддержать родной город. В годы войны Ульяновск снабжал фронт самым необходимым, от сукна до патронов. На берегах Волги труженики тыла оковали общую победу. Сбор голосов завершился 1 июля. А буквально на следующий день на заседании Оргкомитета Победы Ульяновск и еще 19 городов-претендентов поддержал Владимир Путин, сочтя доводы за присвоение звания «город трудовой доблести», цитата, «очевидными и убедительными». Поздно вечером глава государства в Кремле подписал соответствующий указ. А небо над Ульяновской площадью 30-летия Победы вспыхнуло от огней праздничного салюта. Владимир Владимирович, в год 75-летия Победы просим вас поддержать наши предложения о присвоении этого почетного звания еще 9 городам. Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичина в Городской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой. На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания «Город трудовой доблести» сразу 20-ти города. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. Сказано, сделано. Указ президента о присвоении Ульяновску звания «Город трудовой доблести» подписан. В нашем регионе в поддержку инициативы высказалось более 200 тысяч человек. Во-первых, моя мама орденоносец, орден трудовой славы имеет. В нашем городе очень много предприятий, которые, так скажем, работали на оборону во время Великой Отечественной войны. И сейчас Авиастар – крупное предприятие, УАЗ. Поэтому у нас, в общем, город, да, производственный. Праздничный салют в честь статуса, который с подписанием указа обрел официальную основу. В годы войны сюда эвакуированы крупные стратегические предприятия. Здесь проходили лечение раненые бойцы. Не попав под огонь сражений, тыловой город ввел свой бой. Все для фронта, все для победы. Многие в эти годы простились с детством и встали в трудовой строй наравне со взрослыми. У нас артель была, красный знамя. Вот, и там шинели делали, валенки валяли для армии. Мы, женщины, шинели, шинели, а мы пугушки пришибали. Мужчины там валенки валяли, а мы шерсть чесали. Потом у нас спиртзавод там, спирт для фронта делали. Женщины торф рыли, а мы кизячки эти таскали. Отданные голоса, по мнению авторов инициативы, явили связь поколений. Высокую активность отметил полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров. Из федерального округа восемь городов претендентов вошли в двадцатку одобренных президентом. Присвоение звания «Город трудовой доблести восьми городам Приволжского федерального округа» это высокая и заслуженная оценка того, как наша страна работала для фронта. Жители Приволжи действительно помнят и чтут память родных тех, кто круглые сутки трудился в тылу, отдавая все силы нашей победе. Из двадцати восьми претендентов Ульяновск в числе самых достойных. Более семи тысяч ЗИСов сошли с конвейера автозавода. Стахановцы и ударники выполняли план более чем на 400-500 процентов. Внедрялись рационализаторские предложения. Инженеры Кузьмичев и Звягин разработали технологию, сберегающую латунь, сэкономив за год 2300 тонн металла. Трудовая доблесть неоспорима. В скором времени в честь присвоения высокого звания появится стелла с изображением герба города и текстом президентского указа. Выбор – неотъемлемая часть действительности, но бывает, что жизнь не оставляет выбора. Имея равные права, не все имеют равные возможности. По последним данным в России более 11 миллионов человек с инвалидностью, почти 6% – дети. Еще немного цифр. В нашем регионе общее число людей с ограниченными возможностями здоровья достигает 110 тысяч, детей – больше 5,5 тысяч. Реабилитационные центры нужны как воздух и важны не меньше, чем жизненно важные препараты. Львиная доля ложится на плечи некоммерческих организаций, и здесь поддержка есть. В конкурсе президентских грантов победили несколько ульяновских проектов, нацеленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря грантовой поддержке новый импульс получил Центр для детей с синдромом Дауна «Я не лишний». Больше часов – шире охват, качественнее работа. Своевременная доступная помощь – вопрос наболевшей. Реабилитация должна стать ближе. Так в муниципалитетах нашего региона в скором времени начнут открываться отделения реабилитационного центра «Подсолнух». Здесь готовы помочь на ранних этапах детям со сложными, в том числе, генетическими заболеваниями. Овощевод, световод «Гончар» в реабилитационном центре «Подсолнух» по проекту «Дом трудолюбия» создано 10 рабочих мест. Обратите внимание на эти индивидуальные огороды. Рабочее место должно быть на уровне локтей, так же, как ваш стол. Кому-то нельзя наклоняться, у кого-то гидроцеполеет, колясочник. С апреля трудоустроено уже 24 ульяновца с инвалидностью. До сентября найдут работу еще для семьи. Он делает… «Цветочные горшки». «Цветочные горшки». «Голодые». «Голодые». «Вот именно, вот это делается руками этих». «Гончарное дело» Александр уже освоил. За 15 минут «Цветочный горшок» готов к продаже. Напомним, в реабилитационном центре молодым людям от 18 до 35 лет могут предложить до 20 профилей. От информационных технологий, обработки текста, журналистики до актерского мастерства. Есть кружки и студии по рисованию, выжиганию, столярному и картонажному делу. Направлений много, как и тех, кто желает освоить ту или иную профессию. Мы должны, в принципе, вернуться к системному рассмотрению проблем инвалидов всего спектра заболеваний. И детей инвалидов, прежде всего, рассматривают как действительно большую реабилитационную систему в течение всей жизни. За всем комплексом мероприятий. Не только создание доступных условий в месте проживания, в месте учебы и так далее. А действительно с позиции реабилитации, с позиции их дальнейшего жизнеустройства. К работе подойдут системно, а хватит и родителей. С ними тоже нужно работать, чтобы они понимали, какие возможности у них есть. К нам в опору России тоже обращались родители взрослых деток, инвалидов, которые уже закончили школу, а оказались в четырех стенах. Скоро откроют отделение по оказанию комплексной ранней помощи и профилактике инвалидности для недоношенных детей, начиная с рождения. Расширят и блок медицинской реабилитации. С открытием отделений в каждом районе области создадут мастерские с рабочими местами. И мастерские здесь появятся, и здесь социальные какие-то гостиницы, чтобы любой человек, любая семья могли приехать сюда, не раз в год, не раз в два года, а там, я не знаю, по потребности, когда будет такое. И такой у нас получился бы целый огромный, интересный квартал. Расширение границ на пользу всем ежегодно подсумок принимает и помогает почти шестистам детям-инвалидам в год. В планах увеличить помощь до двух тысяч человек. Марина Тимофеева, репортер 73. Героем можешь ты не быть, но патриотом стать обязан. Перефразируя известную строчку классика, получаем законодательное новшество школьного образования. В первом чтении Госдума приняла поправки к федеральному закону об образовании. Теперь, согласно новой букве, в школах вводится обязательное воспитание у детей и уважение к закону и порядку, человеку труда, старшему поколению, культурному наследию, природе и традициям. Каким образом школа исполнит это предписание, выбирать им самим. Единственный вопрос. Разве раньше этому не учили, не воспитывали? Школы и школьники в непростом году столкнулись с большими переменами. Одна из них – вынужденное дистанцирование и сокращение учебного года из-за коронавирусной пандемии. Много споров было вокруг обязательной итоговой аттестации и ЕГЭ. Все же компромисс найден. Сдавать выпускной экзамен будут те, кто решил поступать в ВУЗ. Приемная кампания идет полным ходом. Результаты нужно будет указать, как только те станут известны. 3 июля – старт проверки итоговых знаний. С одной из ульяновских площадок репортаж Маргариты Матюшинской. Сейчас я сдаю литературу, и это предмет сам по себе объемный, информации много, и думаю, что даже карантин пошел мне на пользу, потому что появилось больше времени разбирать произведения, что-то поучить, что-то подточить. Все равно в этом есть и польза, но есть и минусы в плане ожидания, то есть было очень много нервов. Ожидание закончилось. 3 июля – долгожданный день первых экзаменов. Сдают информатику, географию и литературу. Условия строже, чем обычно. К металлоискателям, видеокамерам добавились маски, перчатки и обязательное измерение температуры. В школе номер 15 одну выпускницу до ЕГЭ не допустили. Температура выше 37 градусов. Экзамен для нее перенесется еще на несколько недель. У них есть резервные дни. Это 24-25. Резервные дни еще будут в августе. Но как определяется? Понятно, показывать еще температуру – это принимает решение комиссии. Сейчас не штатная ситуация, потому что дети в аудитории не зашли. Тех, кто контроль прошел, рассаживают за парты, соблюдая дистанцию в полтора метра. Три часа в экипировке – задача сложная, поэтому от масок и перчаток во время экзамена выпускники могут отказаться. Несмотря на эпидемиологические коррективы, у ребят позитивный настрой. По две камеры в кабинете, несколько в коридорах, наблюдатели и контроль со всех сторон. Традиционная строгость для ЕГЭ стала уже привычной. Новшество в этом году – получение документов. Теперь экзаменационные бланки присылают через интернет, а не передают на дисках. Если раньше необходимо было утром заезжать в центр для того, чтобы получить пакеты с материалами, то в этом году этого делать не нужно. И в каждом пункте установлено необходимое оборудование для того, чтобы здесь на месте эту процедуру осуществить. К ЕГЭ готовились не только школьники, но и учителя, наблюдатели, сотрудники Минобра. Шесть раз проводились технические и учебные тренировки. Сегодня показательные выступления. Следующий выход – 6 и 7 июля. Проверить знания по русскому языку. Всего в 2020 году единый экзамен планирует сдать более 5000 человек. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Горькая доля. Вопросы, ответ на которые найти трудно, решать все равно придется. Но, в отличие от школьников, должностные лица остаточными знаниями не отделаются. Люди, отчаявшиеся дождаться завершения строительства жилья, за которые они заплатили деньги, готовы дойти до самой верхушки госвласти. К счастью, не придется. Глава региона лично взял на контроль сдачу проблемных объектов в Юго-Западном, твердо заверив земляков. Один на один с проблемами застройщика их не бросят. Достроить два дома с высокой степенью готовности поможет субсидирование из областного бюджета. Буквально сегодня Сергей Морозов встречается с новым руководителем Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства Константином Тимофеевым. Трудности и недоработки – неотличительная черта бизнеса. У муниципалитетов тоже хватает огрехов в исполнении принятых обязательств. Так, с 4 июля начнется долгожданный, который уже по счету, ремонт императорского моста. В 2019 году работы провели, но проблемы с новым покрытием начались спустя всего год. Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы переправу привели в порядок. Начало работ сместилось больше, чем на месяц. Максим Бажанов оценил готовность к реставрации старого моста за день до начала и готов поделиться увиденным. Изнашивается, портится, разбивается. Реальность дорожного покрытия на императорском мосту. В марте 2019 его ремонтировали. Спустя год ульяновцы снова попали в колею. Городские власти говорят, транспортный поток высокий, дорожное полотно устает. Более 15 тысяч автомобилей в сутки проходит по каждой стране. И мы видим это как тоннельный эффект. То есть по одному следу все машины ездят. Но еще не исключает у нас шипованная резина. То есть зимняя резина. На этот раз обещают сделать дорогу на совесть. Ремонтные работы должны были стартовать еще в июне. Но уникальный объект требует уникальных решений. Тщательная подготовка оправдывает цель. Сделать не на авось, а с гарантией качество. Были введены небольшие корректировки в проект. Возникли сложности именно связанные с деформационным швом. Требовалось участие проектировщиков, коллеги. Совместно разрабатывался и точку ремонта около этих швов. За качеством работ проследят строго. Съехать подрядчику с моста не дадут. Четыре года асфальт будет на гарантии. В случае прокола его обязаны починить бесплатно и быстро. А чтобы все-таки этого не произошло, ремонтные работы примут по новым стандартам. Будет проводиться испытание на пять видов данного дорожного покрытия. Это устойчивость к колеообразованию, устойчивость на истирание шипами, традиционное наше уплотнение водонасыщения. И дополнительный пятый параметр – это испытание на старение битума. Дополнительный контроль ожидается со стороны Общероссийского народного фронта. ОНФ не будет оставаться в стороне. Мы заинтересованы. Сами понимаете, пять лет он должен отслужить, как положено. Два-три года – это никак не устраивает нас, жителей. Ну и нас, всех налогоплательщиков Ульяновской области. Мост начнут ремонтировать с 4 июля. И продлится ремонт до 26 числа. Но работы будут вестись в определенное время. По выходным. С 12 часов ночи пятницы до 6 утра понедельника мост будет закрыт в оба направления. По выходным попасть с одного берега на другой можно будет только через президентский мост. Общественный транспорт проложит маршруты выходного дня по новой переправе. В будни проезд по старому мосту открыт. Максим Бажанов, Маргарита Матюшинская, Валерий Клочков, репортер 73. Валерий Клочков, репортер 73. Успешная практика лечения геморроя. Тысячи вылеченных пациентов. Комплексное обследование у проктолога. Всего 350 рублей. 44-69-69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Хотите купить шубу без наценок и посредников? От реального российского производителя. Приходите на ближайшую в нашем городе распродажу от фабрик из Кирова и Пятигорска. Столица меха. Здравствуйте, я Наталья, управляющая соляной пещеры ТУС. Мы открылись и приглашаем маленьких и взрослых посетителей укрепить иммунитет, оздоровить органы дыхания, убрать им там аллергии, поиграть и просто отдохнуть с кислородным коктейлем. Море далеко, а мы рядом. Вас приветствует сеть салонов «Линия красоты». Мы оказываем широкий спектр салонных услуг, следим за трендами и новинками бьюти-индустрии. И, конечно же, готовы порадовать вас демократичными ценами на наши услуги. Мы находимся по адресам улица Облукова, 41, улица Артема, 24, улица Рябикова, 54, проспект Гая, 17, улица Крустальная, 38, улица Козаватовская, 28. Будем рады видеть вас. Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я мастер-колор-эксперт салона «Бэлла Микс». Это мастерская красоты, которая представляет современную бьюти-индустрию. К вашим услугам уход за телом и лицом, ногтевой сервис, солярий, а также парикмахерский зал. Наш талантливый коллектив поможет обеспечить ваш идеальный внешний вид. А особая атмосфера, созданная здесь, несет гармонию в ваш внутренний мир. Ваша красота – это наша забота. Синоптики предупреждают, в ближайшие дни нас ожидает жаркая погода. Маршрут перемещения с берега на берег с учетом ремонта императорского моста стоит продумать заранее. Чтобы не омрачить предыдущие выходные, простаивание в пробках. Берегите себя и свое хорошее настроение. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортеры 73». Делайте новости вместе с нами, звоните 304073. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова